Первый адрес профилактической акции – круглосуточный магазин. В вечере и ночью мощные напитки используются тут особой популярностью. На бутыльках в ротовальнике размещаются наклейки и листовки с напомином о правилах беспешных поводин. Только в минулом году в стане алкогольного опьянения загинули 55 человек. К сожалению, мы констатируем по итогам 2018 года, что в жилом секторе зарегистрировано 54 пожара и половина из них, то 48% виновных в возникновении пожара находились в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году на территории города Беста погибло 6 человек. И опять же мы констатируем, что все находились в состоянии алкогольного опьянения. А вот есть еще один из известных брестских магазинов, который работает до поздней ночи. В ротовальнике напоминают покупникам алкогольного отдела, насколько важно не злоуживать спиртным и клопотиться про безопасность. Большаясь наведывальников магазина, идею акции поддерживают. По предупреждению гибели людей в домах, которые злоупотребляют спиртными напитками, но вы не злоупотребляющие, вы не похожи? Не, не похожи. Не похожи, да. Значит, предупредите у вас, кто есть знакомый, чтобы они не употребляли алкоголь в постели, тем более при этом не курили, и когда у вас будет меньше погибших. Теперь людей надо как бы оповещать, давать им какие-то советы, что-то где-то помогать. Ну, вообще, надо ограничивать алкоголь и курение, и, в принципе, приходить на здоровый образ жизни. Так это непременно нужно говорить. Чем меньше пьешь, тем лучше. Вот я совсем не пью. Есть, конечно, смысл. Очень хорошо, что есть такие акции. Республиканская акция «Безпеку у кожный дом» протягивается. На другом этапе, с 4 по 12 лютого, ее адресатами станут одиноко проживающие пожилые люди. Третий этап отбудется с 13 по 19 лютого в ВНУ, ліцеях и колледжах. Потом эстафеты примутся предприемства и организации. А на завершальном, пятом этапе, профилактичные акции пройдутся в местах массового находжения людей. У Бреста это будут буйные гандльовые центры. Евгения Мороз, Юрий Плінда, телерадиоакомпания «Брест».